Доброго времени суток, дамы и господа! Представляю ваше внимание, сентиляционный поисковый радиометр SRP6801, серийный номер прибора 262, год выпуска прибора 1986. Итак, в комплекте с прибором будет следующее. Как вы видите, оригинальный заводской ящик, нанесенный на него серийным номером прибора, который совпадает с серийным номером, нанесенным на самом приборе. А также радиометр SRP6801 в полной комплектации и с документами. Значит, что идет в комплекте? В комплекте идут оригинальные наушники, одноухие с оголовьем проволочным, а также все по описи в оригинальных заводских упаковках, абсолютно нетронутая, не распечатанная, не разукомплектованная. Весь комплект запчастей и принадлежностей, а также инструмента. Вот демонстрирую номер 13 отвертка, номер 5 ключ, номер 6 ключ, номер 4 тоже ключ. И здесь вот целый полиэтиленовый пакет запечатанный со всеми возможными прокладками, держателями, манжетами, колпачками и кольцами. Все в оригинальных заводских упаковках. А также... Так, это мы сейчас спрячем сюда. А также целая сбруя из ремней. Вот, отдельно ремни для ношения прибора на спине. Это система ремневая для того, чтобы один ремень фиксирует пульт, другой ремень предназначен для блока детектирования. Или же, если кому удобно блок детектирования носить отдельно, то вот в комплекте идет ремень только на пульт. То есть вот ремни. Непосредственно сам радиометр SRP6801, работоспособность которого мы сейчас проверим. И сборник схем чертежей и справочных данных в форме альбома. Данный сборник имеет перфорацию, поскольку прибор хранился отдельно, а документация от него была подшита и хранилась отдельно. Поэтому на сборнике есть перфорация с левой стороны, но все справочные материалы с основным состоянием сборника абсолютно в идеальном состоянии. Кому необходима данная информация, может почерпнуть массу необходимой информации как для эксплуатации, обслуживания, так и для ремонта прибора, который находится в этом сборнике. Итак, откладываем сборник. Вынимаем SRP6801. Попрошу обратить внимание на состояние коробки. Коробка в идеальном состоянии. Никаких признаков ни коррозии, никаких признаков иных процессов, которые могли бы повлиять на работоспособность данного прибора. Убираем мы и коробку в сторону. Убираем многочисленные ремни. И переходим к тесту работоспособности непосредственно самого радиометра SRP6801. Итак, включаем. Судя по отклонению стрелки микроамперметра, питание в норме, поэтому можно переходить в режим измерений. Режим 2,5. В режиме 2,5 постоянное интегрирование равняется 2,5 секундам, поэтому в этом режиме погорешность измерения несколько больше, нежели в режиме 5. Но и динамика отклонения стрелки микроамперметра, то есть динамика изменения показаний, она более динамична, можно так сказать. Масло масляное получается, динамика динамична. Но, тем не менее, факт есть факт. В режиме 2,5 стрелка микроамперметра имеет больший разброс показаний, зависящий от того уровня радиационного фона, в котором находится прибор. Судя по отклонению стрелки микроамперметра, как вы видите, фон в месте проведения съемки, поскольку в блок детектирования неутнутый источник ионизирующих излучений составляет в целом порядка 13 микроэнген в час. Именно возле этих показаний колеблется стрелка микроамперметра. Переведем радиометр в режим 5. В режиме 5 постоянное интегрирование равняется 5 секундам. Этот режим по сравнению с режимом 2,5 считается режимом более точного анализа. Но и динамика отклонений стрелки в этом режиме более плавная. Не настолько резкая, как в режимах в 2,5. Тем не менее, как вы видите, по отклонению стрелки микроамперметра в режиме будь то 2,5, будь то 5, колеблется чуть более 10 микроэнген в час. Это радиационный фон в месте проведения съемки. Сейчас он составляет порядка 12-13 микроэнген в час. Произведем самодиагностику прибора. Для этого конструктивно предусмотрена кнопка контроля. Зажимаем данную кнопку и следим за показаниями. Если прочитать инструкцию, то там четко указано, что при нажатии кнопки контрол, если показания падают, то прибор самодиагностику не проходит. Здесь же мы видим абсолютные те же показания, что при нажатой кнопке контрол, что при отжатой. Вот я ее нажимаю, вот отпускаю, нажимаю, отпускаю. Показания колеблются около отметки в 12 микроэнген в час. Двигаемся дальше. Проведем тест напряжения питания, подаваемого на блок детектирования. Переводим радиометр в режим 5В и видим, что стрелка уходит несколько правее с середины диапазона. То есть, если мы берем всю шкалу за 10В, то середина диапазона это 5В, а здесь порядка 18В. То есть, 18В это порядка 6В. То есть, 6В подается, чуть более 5В, не доходя до 6В. Порядка 6В можно округлить до 6В. подается на блок детектирования. Данное напряжение не является выходящим за рамки допустимых значений, и поэтому в данном режиме это считается нормой. Обратно возвращаем радиометр в режим 5, либо режим 2.5, но не суть важно. И проведем тест работоспособности на источники ионизирующего излучения. Конструктивно в данном приборе есть источник контрольный. Вот он находится. Источник на основе кобальта К3А. Период полураспада кобальта, как мы знаем, 5,27 года. Итак, для того, чтобы провести тест работоспособности прибора на контрольном источнике, необходимо сделать следующие манипуляции. Снимаем защитный колпак с блока детектирования. Находим на него нанесенную риску. И совмещаем данную риску с источником. Мы видим, что радиометр мгновенно реагирует на изменения радиационного фона. К сожалению, с 1986 года, когда был выпущен данный прибор, активность контрольного источника несколько упадупала. Почему? Потому что, как я уже упоминал ранее, период полураспада кобальта 60-го составляет порядка 5,27 года. То есть, с 1986 года вы сами можете просчитать, сколько прошло пятилеток. И за каждую пятилетку активность контрольного источника падала ровно вдвое. Но, как мы видим по колебаниям стрелки микроамперметра, данная активность порядка 20-22 микроэнген в час все-таки еще есть. Убираем блок детектирования от контрольного источника. Активность, соответственно, будет падать к фоновому значению. Приставляем блок детектирования к контрольному источнику. Активность будет подниматься до вышеуказанных 20-22 микроэнген в час. Таким образом, мы и проверили работоспособность прибора на источники ионизирующего излучения. Вот, в принципе, все тесты пройдены, поэтому можно выключать прибор и перейти к осмотру внешнего вида прибора. Итак, ручки переключения под диапазон, кнопка контроля и лакокрасочное покрытие, как вы видите, в абсолютно идеальном состоянии. ни малейшего признака эксплуатации, ни малейшего признака коррозионных процессов и так далее. Блестит, сверкает на гранях, на углах, на любых поверхностях нет ни малейшей царапины, ни малейшего признака коррозии. Еще косвенный признак того, что прибором не эксплуатировались, наличие четырех резиновых ножек, прокладок, которые при эксплуатации отлетают в первых числах. Или сразу же. Значит, вид со стороны шильдика, смотрим шильдик, серийный номер прибора 262, как я озвучивал в начале видео, год выпуска 1986. Вид со стороны крепления контрольного источника, сам контрольный источник присутствует на месте, как вы видите. Вид со стороны батарейного отсека. Есть также пломба, нарушать эту пломбу я не собираюсь, поскольку работоспособность прибора отличная. Поэтому прибор запланирован еще заводским методом. По шнуру. Шнур еще в заводской тальковой присыпке. Как мы видим, она оттирается. Если перегибать шнур, то никаких трещин, повреждений химических, либо физических найти на шнуре невозможно. И по шнуру мы приходим в блок детектирования. Блок детектирования у нас тоже имеет идеальное состояние. Ручка, как вы видите, без трещин, не пожелтевшая, абсолютно белоснежная, как и сам блок детектирования. Телескопический механизм работает исправно. Также по ручке мы можем посмотреть, что если бы прибором пользовались, то есть, его эксплуатировали, то здесь бы были бы характерные механические повреждения, затертости в виде того, что трутся две поверхности блока детектирования. Но таких повреждений нет. Резиновый колпак присутствует. Фиксация в крайних положениях и промежуточных повреждениях отлично. Вот такой вот SRP6801 в идеальном состоянии. А, еще забыл один момент. Нет, не забыл момент. про альбом я рассказал. Вот такой вот SRP6801. Благодарю за внимание. Всех вам благ и удачи. Будьте осторожны с источниками ионизирующих излучений.